Я буду вместо, вместо, вместо неё, твоя невеста, честная, честная её. Я буду вместо, вместо, вместо неё, твоя. Рассказ называется «Жена. Всю жизнь невеста». Вечером жене говорю, девушка, где я вас мог видеть? Это у нас такой условный сигнал, мол, как ты сегодня? А на сегодня даже не мечтай. Сегодня я себя плохо чувствую, очень устал и весь день без воздуха. И главное, смотрит как-то враждебно. Я, наверное, чувствую, что у неё права ещё больше раздражаются, что ты спрашиваешь. Сам бы мог заметить, но ты же только о себе думаешь. Это у меня к тебе чувства, а у тебя ко мне одни инстинкты. И даже в них ты меры не знаешь. Какая мера, ты, Минздрав ничего не предупреждал? Ещё сказала, что она забыла, когда ей цветы дарил и когда последний раз шампанским угощал. А инстинкт, между прочим, это не прихоть, а приказ космоса. Приказ его умри, но выполни. Я вижу, она в таком состоянии, что ей бесполезно объяснять про космос. Взял незаметные ключи от машины. Говорю, пойду прогуляюсь. Что-то тоже воздуха не хватает. Сел в машину и рванул на улицу. Они у нас там стоят, которые космосу помогают. Подъехал к одной и спрашиваю, сколько? Четыре тысячи. Четыре? Да. Абонемент, что ли, на год? За час. Деньги вперёд. Думаю, если это рабочий день 8 часов, если даже с выходными, то получается 8 на 4, ещё на 22 рабочих дня, получается не хуже, чем у министров. А может и получше. Говорю, что значит деньги вперёд, если товар залежалый. Она мне не на рынке. Ну, в смысле, пробовать не даём. Конечно, немного я растерялся, спросил, четыре тысячи чего? Она, можешь евро, можешь в рублях. Да у меня жена за четыре тысячи неделю пашет без воздуха, без шампанского. Совесть у тебя где? Она сказала, где у неё совесть. И тут ещё, вижу, бегут ко мне два мордоворота. Я по газам. Еду, думаю, ничего себе. Четыре тысячи. Хамство какое. За что, собственно? А мне деньги даром, что ли, даются? Четыре тысячи. Это не напасёшься. Я плюнул даже. Попал в лобовое стекло. Ничего не видно сразу. Но зато так ясно стало, что проституция – это позорное явление нашей жизни. Позорище. Грязь. Это же грязь. Где грязь стоит четыре тысячи? Это если два раза в неделю весь в грязи. Это два на четыре, ещё на четыре. Тридцать две тысячи. Совсем, что ли, они с ума сошли? А в семью тогда что? Детям что останется? Дети растут не по дням, а по часам. Что творят гадюки? А если каждый день в грязи? Это четыре тысячи на тридцать дней. Сколько примерно? Это сразу даже не подсчитаешь. Потом успокоился немного. Подходил к супермаркету. Взял шампанского, конфет, цветовый, два букета и домой. Вхожу. Жена плачет и улыбается. Говорит, а я видела, как ты незаметно ключи взял. Ещё подумала, может, он за цветами? Я говорю, интересно ты, куда же я ещё мог поехать? Тут же всё на стол. Ей спить не стали? Весь день без воздуха, сразу в постель. Легли, а на локтем мне в бок как даст? Говорит, офицер, сигаретки не угостите. Это у нас сигнал такой. С удовольствием говорю, этого добра у меня. Хотя Минздрав предупреждает. Чрезмерное курение вредит вашему здоровью. Спасибо. Спасибо.